добрый день сегодня утром меня поразила фраза написанная министром обороны израиля авигдором либерманом в его твиттере ну twitter у меня нет но я прочитал то что пресса от имени авигдора написала переписал и так он говорит писал на иврите следующую фразу есть такие моменты когда нужно делать то во что ты веришь а не то что выгодно это его фраза что он имеет ввиду сейчас на политическом ринге государства израиль и есть следующий вопрос обсуждается законопроект о призыве в армию как известно в израиле есть обязательный призыв для всех юношей и девушек старше 18 лет в армии обороны израиля это считается почетной обязанностью каждого гражданина страны но по распоряжению министра обороны давидом бен гуриона со времен еще когда-то бен гурион был министром барона израиль есть распоряжение о том или был распоряжение о том что изучающий тору юноши освобождаются от службы в армии или по крайней мере им дается от строчка на время изучения торы службы в армии и в какой-то момент верховный суд израиля высший суд справедливости отменил этот закон так называемый закон таль который был основан на этом распоряжении министра обороны и теперь по идее все должны служить без исключения теперь на религиозные партии поставили условием своего вхождения в правящую коалицию то что будет принят новый закон который будет с одной стороны удовлетворять требования религиозной части общества а именно то что изучающие торы получат освобождение на время изучения торы получат отсрочку от армии как это было до постановления высшего суда справедливости а в свою очередь все другие члены коалиции тоже примут будут голосовать за этот законопроект это было условие вхождение религиозных партий в коалицию премьер-министра бенемина натаньяо и теперь этот вопрос подняли и сказали что мы хотим принять такой законопроект но для того чтобы этот законопроект был действительно примен было сказано что голосование за законопроект о призыве в армию будет обусловливаться тем что если голосуют за этот законопроект будут голосовать за бюджет 2019 года если нет тогда религиозные партии не будут голосовать за этот бюджет причем бюджет хороший все удовлетворены бюджетом это просто момент рычага давления на коалицию я так понимаю что этот рычаг давления от него тоже могут отказаться теперь это было названо это политическое поведение было названо выжиманием или религиозным рэкетом политическим рэкетом со стороны религиозных партий и поэтому вигдор либерман готов отказаться от своего поста министра обороны готов отказаться от того что находится в коалиции и готов пойти на выборы вместе с премьером и вместе со всеми другими партиями чтобы народ в урнах выбранных сказал опять же свое слово кому они доверяют сформировать правительство израиля и заново все будет искать новая коалиция новые члены коалиции и как бы новые условия вступления в коалиции и т.д. и т.п. и поэтому несмотря на то что сейчас он находится на посту министра обороны и ему это вроде бы выгодно он готов поступить со своей выгодой и делать то во что он верит а именно общий призыв в армию без каких-либо исключений от срочек и т.д. и т.п. вот собственно говоря как я понимаю фразу а вигдора либермана что бы я хотел сказать по этому поводу во первых я хотел бы сказать уважаемая вигдор прежде всего что то что вы говорите нужно делать то что во что ты веришь я предлагаю вам начать верить еще в некоторые вещи предлагаю вам услышать другую систему систему ценностей не систему ценностей которая видна это не называется вера мы все знаем что без армии очень сложно содержать современное государство тем более здесь на ближнем востоке тем более еврейская которые хотят уничтожить огромное количество государств стран организации и тому подобное действительно армия это очень нужный инструмент в это не нужно верить это видно невооруженным взглядом знаете во что нужно верить нужно верить в то что закон который хотят принять в качестве как бы конституционного закона или закона основного торы изучение торы есть ценность она является духовной основой существования этого государства армия наша будет побеждать только в том случае если будет группа людей достаточно большая чтобы сконцентрировать сгенерировать энергию изучения торы которая будет спасать наше государство мы живем не только за счет армии и за счет того что у нас передовые технологии за счет того что у нас самая лучшая компания рафаэль которая решает технологические проблемы наши оборонительные и мы строим стены на 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 небе как бы купола железные мы строим стены вниз мы решаем всякие технологии как бы защититься от наших врагов нашей духовной защиты является вот именно это изучение торы вот эта возможность дать отсрочку молодым людям которые занимаются посвящают себя торе это и есть наш щит вы должны в это поверить вы должны при принять другую веру не ту которой вы видите собственными глазами что автомат помогает человеку защититься это не нужно это любой человек знает а вы поймите и разберитесь в чем суть в чем ценность изучения торы и тогда возможно вы будете рассуждать по-другому вам сейчас выгодно показать свою принципиальность потому что ваш электорат это те люди которые также как и вы к сожалению к большому не понимает этой ценности поэтому вам выгодно пойти на выборы вы ничего не теряете а вот чтобы поверить чтобы изменить чтобы сказать правду для этого нужна большая сила для того чтобы понять что существуют другие ценности кроме материальных для этого вам требуется сделать большой большой мамац как называют говорят на иврите напряжение всех своих сил признать правду я призываю вас сделать это уважаемая виктор большое спасибо